Погода испортилась, сплошной дождь идет, а мы с Максимкой пошли навестить одну маленькую симпатичную девочку, ее зовут Соня. Мы вас с ней сейчас познакомим. Зашли в магазин, купили два беляша. Этими беляшами нас Соня будет угощать сейчас. Надеюсь, она нам предложит чаю. Да, Максим? Да. Любишь чаю у Сони пить? Ага. Ну, подробности уже при встрече с девочкой. Ну, дождь, конечно, противный. Мы тут еще какими-то чапыжами пошли. На самом деле, мы все вокруг нашего дома бродим. Магазинчик рядом. Вот здесь за кустами Максимкина школа. Это Макс идет с моим рюкзаком и с нашей добычей. Это мы с ним так на диете худеем. Да. Да, Максим? Когда будем спортом заниматься? Мы хотели с ним за лето похудеть. Постараемся завтра. Завтра. Мы завтрашнего дня обещаем, да, Максим? Обещаем худеть начать. Что мы будем для этого делать? Стараться не ест всякие напитки типа фарты, кока-колы и не ест беляши. Вот так. Это обещание. Ты дал мне на ютубе. Слух. Вот школа Максимкина. Я на окна моего дома. А вот здесь вот живет наша девочка Соня. Сейчас мы ее увидим. А вот собственная девочка Соня. Соня. Сонечка. Мы к тебе в гости. Соня. Вот такая девочка. Пойдем чай с беляша бепить. Что, покажешь нам свою мордочку? Вот она, Соня. Вот она, девочка Соня. Сейчас мы к ней в гости. Пойдем чай пить. У Соньки вот такие орхидеи красивые. Попросила полить. Собственно, за этим мы и пришли. Чтобы вот эту красоту полить. Очень красивые. Вот эта собирается цвести. Вон там уголки. Красивые. Вот эта цвести тоже собирается. Скоро будут они разноцветные, стоять красивые. Ну, пока будем поливать. Пошли процессы жаления. Сонечка. Соня, Соня. Вот такая девочка у нас. Соня. Она даже трется телефон. Она даже тут что-то включила. Что-то включила даже, пока трется. Вот такая девочка. Уже Соня поставила гостеприимно чайничек. И сейчас мы будем у нее кушать. И мультики. Беляши и мультики смотреть. Ну, на самом деле, моя сестренка Катя с Пашей уехали сейчас отдыхать. И Сонечка тут самостоятельно день живет. Хотя она живет не одна. Потому что Пашина мама тоже тут живет. Но день она работает. Поэтому мы решили в дождик, чтобы Соня весь день на улице не была, запустить ее домой. Ну и заодно побыть в гостях немножко. О, Соня понравилась. Я на другое что-то включила. Он жалеется. Степа у нас не такой ласковый. А Соня любит Максимку. Поэтому Максимка к ней приходит в гости всегда жалеть ее. Погладить. Она меня любит. Любит, да. Соня любит. Максика. И даже мой телефон понравился. Ну ладно, общайтесь. Я пошла чаю налью. Хорошо. Макс выполняет обещания. Спортом занимается. Молодец. Смотрите, как Степа проверяет работу. Степа, считай. Считай, считай. Правильно ли делает. Вот так мы стараемся. Сейчас еще на стадион побежим. Молодец. Максимка бегает по стадиону. Вообще хочу сказать, что ребенку худеть и заниматься спортом очень сложно. Многие вот девчонки, ну не многие, а есть такие, кто в комментариях пишет какие-то злобные такие выпады на ребенка. Причем не спрашивая причин. Вообще человек, когда он заботится или переживает, ну например, то, что ребенок полный, он спросит, во-первых, причину. А почему? По какой причине? Может быть даст какой-то мудрый совет или дельный. Но когда просто показываешь коллекцию ластиков и получаешь комментарии, лучше бы спортом занялись. Оно очень грубо звучит, потому что ребенок просто так полным не будет. Ни один ребенок. Дети подвижные. Значит, есть причины. И оскорблять маленького ребенка, взрослый человек, когда это делает, это, ну по крайней мере, бессердечно, грубо, жестоко. И мне кажется, даже глупо в какой-то мере. Вот, поэтому девчонки, мальчишки, даже если вы еще сами молодые, будьте добры, быть добрее, по крайней мере, к детям. Все дети хорошие, они маленькие, им достаточно сложно. Он как старается. Ни один ребенок не хочет. Его, ладно, дети обзывают. Еще если взрослые будут обзывать в комментариях, да это последнее дело, мне кажется. Максим всегда был худым мальчишкой. По определенным причинам. Так получается, что он полнеет. Спортсмен наш уставший пришел. Правда, не сильно вспотел. Но я думаю, круги будут прибавляться, да, Максим? Будешь стараться. Тяжело круг-то бежать? Не очень. Не очень. Значит, силы еще есть, можно еще. Ну, что ты делаешь? Балует, сейчас сидит. Ну, вообще, вот, начало этого ролика, наверное, недели две назад снято. И мы стараемся сейчас, пока ребенок растет, пусть не худеть, но хотя бы держать один вес. И благодаря росту он вытянется, да, Максимка? И в школу пойдет стройный и красивый, да? Ну, что, покажем магнитики? Нас спрашивали, магниты показать на холодильнике. Покажем? Давай. Вот тут внизу магниты, которые нам присылали девочки. Вот этот нам прислали. Вот этот прислали. Это стюмени прислали. А вот эти, например, это мы сами покупали. Это наш Переславль-Залесский, озеро Плещеево. Это мы уже в подарки, если будем отсылать, вот эти отправим. Вот еще один тоже с Переславлем. С нашим озером. Причем, смотрите, так интересно. Одну и ту же лодочку, видимо, фотографируют в разных местах. Ну, с разных ракурсов, скорее, да? У нас очень красивые закаты на озере. И получается, как бы, одна и та же лодочка в главных ролях. Остальные нам все почти присылали. Только первые три я показала с Ютуба, девочки присылали. Вот тоже Переславль наш ботик Петра Первого. Остальные все-все нам кто-то дарил. Ну, или да, или покупали, Максимка шепчет. Вот тоже Переславль наш. Музей утюга. Это Ярославль. Мы в Ярославской области. Это соседний город с нами. Максим, подожди, не толкай меня. Это с севера девочка одна. Тоже в интернете познакомились. Приезжала к нам в гости. И привозила вот эти два магнита с оленями. И вот это сияние. Такие-то Максимкины все магнитики были. И сейчас покажу уже. Это мой муж. Над ним так пошутили. Он у нас все время шутил по поводу колбасы. Ему подарили такой магнит. Ну, и его фотографию вставили. Вот так вот он за колбасой летит. Это сам муж мне присылал. Ну, присылал, привозил. Из Нью-Йорка. Друзья, мы сами вообще никуда не ездили. Это из Питера. Сами никуда не ездили. Все магнитики нам привозили откуда-то. С Туниса приезжал. Адлер. Еще раз Ростов-на-Дону. Такие. Аланья. Кому не интересно, не смотрите. Это по запросу. У меня девочка одна попросила магнитики на холодильнике показать. Это Скрита. Такой лев деревянный. Вот этот я очень люблю. Это Санкт-Петербург. Вот такие магниты. Это вообще для меня шедевры какие-то. Посмотрите, какое чудо. Вот я бы таких весь холодильник обвешала. Это Максимкин. Он шепчет. Ой. Дромахнул. Так. Тут у нас Египет. Египет, Максимка говорит. Это Адлер. Это Суко. Это Россия. Это у нас бабушка ездила в Воровского санаторий. Вот она два привезла. Таких они оригинальные, на дереве сделаны. Так, все. Так, все. Тут мы показали тоже. А, ну вот этот вот не открывать после 18-ти. Это Максимка с папой маме подарили. Ну, мы вот так делаем после 6-ти. И у нас получается вот так интересно. Можно открывать. Магниты мы обожаем. Максим, отойди немножко. Или я так вот общий вид покажу. Очень любим магниты, на самом деле. Я сама бы с удовольствием смотрела коллекции магнитов. И вот так они смотрятся. Вот эта сторона больше Максимкина. Ну, а та сторона наша. Единственное, что когда на магнитах религиозная тематика или суеверная какая-то, астрологическая, вот это я не очень люблю. Я больше люблю нейтральные такие, чтобы природа была. Какие-нибудь такие фигурки интересненькие. Ну, в общем, как-то так. Вот. Ну, вроде все такой спортивный получился влог у нас, да, Максим? Приехала Катя с Пашей из Туниса-то? А то мы Соню в начале этого видео навещали. Да, вот как раз они из Туниса-то нам и привезли вот эти два магнитика. Так что Соня теперь не одна. Она со своими хозяевами. Да, кстати, девчонки очень многие, когда я выкладывала песню Паши на своем канале, сказали, что пусть поет, пусть свой канал открывает, пускай загружает свои песни там. И действительно Паша открыл свой канал. И если интересно, я оставлю ссылку на его канал под роликом. Заходите, смотрите. Он там свои самые первые ролики уже начал выкладывать. Надеюсь, вам тоже будет интересно. Поддержите. Он не профессионал, он самоучка, поэтому нигде не учился. И поэтому волнуется, конечно, когда выкладывает свои произведения. Но, тем не менее, голос у него очень красивый. И я надеюсь, вам тоже понравится слушать его песни. Так что проходите, знакомьтесь, смотрите. Как же получилось так, что захватил в меня твой взгляд. Это же любовь, это же любовь, это же любовь, любовь наша. Наша, это же любовь, это же любовь, любовь горит в нас. Это же любовь, это же любовь, любовь наша. Это же любовь, это же любовь, любовь горит в нас.